Итак, сет номер три. Продолжаем мануальный массаж спины. Мы в предыдущем сете закончили на всевозможных вибрациях и дошли уже большим пальцем до расшатывания орсистых отростков и продавливания. Это первое у нас было глубокое продавливание. Видите, мы с каждым шагом все глубже, глубже, глубже будем ходить в мышцы, чтобы подсознание человека привыкало к такой буре. Сразу же переходим в том месте, где остановились, к другим техникам. В данном случае этот прием называется лапа леопарда. Когда мы поджимаем коготки и можем делать, соответственно, вот такие приемы пощипывания, да, можем растирание делать спиралевидное. То есть это уже не просто, да, мягкое растирание, а уже глубокое, кран с силой. Если видите, я плечи поднимаю, чтобы больше весу опустить на человека силой. Это, кстати, вот тоже прием у Олега Гудвина. Есть такой изобретенный, называется медвежий захват. Дело в том, что когда вы с другой стороны работаете, человека, они бывают разные по объему. Иногда вот такая туша лежит на столе, даже для меня большая. То есть ее вот как бы так вот не обхватишь, да. Поэтому мы выгляняем свое тело тем, что ноги становятся поближе, да, рост повыше. И как бы плечи одеваем вперед вот так раз. Вот видите, такой вот костяк лучше одеваем. С этой стороны вот месим его, месим, месим, месим. Одели как бы медвежью шкуру. Но когда закончили, не забудьте сбросить это все, чтобы у самых плечи тоже вот так вот вперед не загибались. Сбросили, да, и уже можно принимать, если с этой стороны работаете, уже другие совершенно. Позы, я сейчас про позы говорю, обращайте внимание на мою, на позицию тела. Про эргономику как раз я попозже договорю. А сейчас вот смотрите, по моменту эргономики. Мы стоим достаточно широко. Поза Мабул такая, или поза наездника. Знаете, да, из-за этих восточек всяких китайских единогорств. Центр тяжести, точка Дантянь, находится как раз в области, где мы работаем руками. То есть отсюда идет вот эта вот чакра, и наша механическая работа, они взаимодействуют друг с другом. Единственное, что если нам надо перемести зону рабочую сюда, корпус разворачиваем, и точку Дантянь, как бы, направляем именно вот на это место. Переходим сюда, направляем на это место. И по принципу эргономики, все-таки рекомендую, чтобы вы меньше бегали вокруг человека. Так, вот сейчас вот тут поработаю, потом вот тут вот. Были такие мастера, иногда меня просто смешат. Получается, нюанс такой, лайфхак, хорошо, еще не расскажу, для массажистов. Человеку приятно, нет, давайте лайфхаки потом, попозже запишем. Вы присутствуете лучше на тренингах, там больше подробностей для вас будет. А сейчас просто такое небольшое показательное продолжение, вернемся к сету номер два. Значит, ну вы поняли, что чем меньше хочешь вокруг клиента, тем лучше. Мы экономим свою силу и время, да, оплачиваем клиентам. Дошли к глубокой работе до лопатки, и здесь начинаем прием лапы леопарда. Гиперемия сразу появляется, видите, да. Работаем, просто растирая, разминая вместе всю плечи, лопаточную зону. Вот я как бы под нее подхожу, да, поднимаю раз, поднял, два, поднял. Даже плечо может поднять. То есть вы смотрите, точки приложения усилия, раз, точка приложения усилия, два, точка приложения усилия, или три точки приложения усилия, раз, приподняли, два, приподняли, три, приподняли. И в заключение, приподняли и потрясли, как бы рука сама выскальзывает, и плечо падает на стол. Мягко. Переходим к движению опять, не меняя лапы леопарда, вот таким разминающим, от широчайших мышц спины, доходим. Только это не классический польцевой вот этот вот прием, да, польцевой захват, а с помощью лапы леопарда. Техника гораздо жестче. Сразу вам организм называется гиперемией. Надеюсь, что на камеру заметно. Хаотично можно вот так вот пройтись всю спину, если там есть какие-то места, которые не затронули. И здесь еще можно использовать прием шестеренок. Шестеренки это что значит? Это тот же самый захват, только ваши пальцы ходят, как бы вот по кругу вместе с ладонью. Где это удобно делать? Это очень удобно на всяких округлых поверхностях, ну, например, плечо. Вот так вот, да? Или вот трапеция. Вот видите, по одному пальчику. Раз, два, три, четыре. Или вот ягодицы. Вокруг ягодицы, вот гидриней кости, да? То есть вокруг любых вот таких вот округлых выпуклых частей, вокруг черепа. Вот так вот. Ну, еще один приемчик секретный. Сейчас покажу. Когда у вас работают две шестеренки друг против друга. Они захватывают ткань. И получается вот такие углуки применания. Надеюсь, все видно, да? Для этого придется локти поставить пошире, и опять мне две же захватки сделать. Вот. Там, где много ткани, этот прием как раз хорошо работает на гидринейцах. Так. Следующий прием мы будем использовать полностью наши кулачки. Немножко другой прием, поэтому запишем его в следующем видеоролике. А сейчас мы приступим к отработке этих навыков. До новых встреч, друзья!